Юлия Анатольевна живет в этом доме уже больше 40 лет, но благоустройство здесь не припомнят. Поэтому, когда двор вошел в программу формирования комфортной городской среды, вместе с остальными жителями активно включилась в обсуждение, чего не хватает в их дворе. Это и парковки, и газоны, и детская площадка. В этом дворе я живу уже 40 с лишним лет, и первый раз за эти 40 с лишним лет делается ремонт. Мы вообще довольны этим, надеемся, что у нас будет теперь двор красивый, и будут все завидовать нашему двору. По благоустройству двора, конечно, мы были бы рады, что вот зону нам сделали такую, как мы хотели бы, чтобы были беседки, например, чтобы там в жаркий день там и поиграть там какие-то игры, и дети могли, и вот взрослые пенсионеры, вот, и детская площадка, чтобы была, чтобы было где детям играть и проводить свой досуг. Всем работам во дворах предшествовали общественные обсуждения. Жители сами решали, чего они хотят увидеть у себя под окном. Парковку, детскую или спортивную площадку, дополнительные лавочки или клумбу. Опросы проводились в разных форматах, в виде личных встреч на сайте администрации и по телефону. Ход работ жители окрестных домов тоже контролируют вместе с местными властями. Работа проводится по благоустройству, как видите, да, приводим порядок, асфальтирование, тротуары, площадка, с жителями у нас все отлично, взаимопонимание есть, друг друга все понимаем, никаких возражений нету. В Иксе, кроме этого двора, в этом году планируется благоустроить еще 23 дворовых территории, а также одно общественное пространство – любимый горожанами парк «Лебединый рай», за который на рейтинговом голосовании 18 марта проголосовали почти 19 тысяч выксунцев. График работ выстроен таким образом, что перед началом благоустройства ресурсоснабжающие компании поменяли под площадками все коммуникации. Под новым асфальтом должны лежать новые трубы. Глава региона Глеб Сергеевич Никитин определил основным из главных приоритетов именно благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, и уже в текущем году в рамках субсидий и выделения федеральных и областных средств на данные цели округ ВИКСа получил более 28 миллионов рублей. В прошлом году по проекту формирования комфортной городской среды уже благоустроено более 170 дворовых территорий в Нижнем Новгороде и Держинске. Реализовано 13 крупных проектов по благоустройству парков и скверов в 11 районах области. В этом году в программе участвуют все районы Нижегородской области. Там предстоит благоустроить больше 60 общественных пространств, 6 парков и почти 700 дворовых территорий.